Для того, чтобы подогреть ваш интерес со старта, давайте рассмотрим дымчатого леопарда. Вот такая интересная киска. Что в нем необычного? Рассмотрим окраску, какие-то пятна, бывает и поинтереснее. Но что мы здесь видим? А то, что эту раскраску создавали явно в дизайнерской программе. Создали вот такие вот кружки пятна, а потом наложили эффект тени. Посмотрите на это. Вот сама фактура, какая-то случайная, со смещением в одну сторону. Вот такой вот замечательный фотошоп или иллюстратор или корилдраф, не важно. Как такое возможно, скажете вы? Неужели разработчики пользовались дизайнерскими программами? А я думаю, что да. Заходим в фотошоп, выбираем эффект келл, клетка и выдавливаем его. Источник света располагается сверху в данном случае. Вот отсюда, сюда падает. Понимаете, как интересно. Здесь также источник света спереди. И здесь источник света спереди. Немного сверху. Я понимаю, если бы мы жили в средневековье, то наверняка бы ни о каком фотошопе и не догадывались бы. Тем более о том, каким образом была создана вот эта расцветка дымчатого леопарда. Если заняться анализом создания вот такой фактуры, то можно обнаружить много интересных находок. Например, источник света, при которой используется вот эта тень, чуть сверху, но не снизу. Солнце должно находиться либо сверху, либо на горизонте. Потому что леопард явно охотится в сумерках. Фактура келл сгенерирована случайным образом и с альфа-каналом. Если следовать этой логике, получается, что те биоинженеры пользовались теми же графическими инструментами, что и дизайнеры сегодня. Так выходит, что мы не эволюционируем, а просто со скоростью улитки шаг за шагом постигаем то, что давно изобретено и используется. Так что мы уже живем в информационной матрице и она повсюду, мы часть ее. При этом она не плоская, компьютерная, а гораздо сложнее. Раньше на канале мы рассматривали примеры и факты инженерного подхода в строениях, функциях живых организмов, а также признаков алгоритмических подходов в их поведении. Накопился еще ряд ярчайших примеров и доказательств. Вот новость в научных кругах. В пластидах паразитического растения обнаружили нетрадиционный генетический код. Цитата. «Оказывается, пластиды, которые синтезируют хлорофиллы в растениях, это симбиотические органеллы, находящиеся внутри клеток растений. Считается, что раньше они были свободно живущими бактериями, но в процессе эволюции поселились внутри других организмов. А почему свободно живущих-то не осталось? Что прямо всей популяции стали симбионтами? Отдельно никто не захотел жить. Однако же у них сохранилась внешняя клеточная мембрана и собственный небольшой набор геномов. В среднем около сотни генов, тогда как у свободно живущих бактерий их тысячи. Особенно фантастичным выглядит сборка ДНК. И ДНК – это тоже белок. Под сборкой подразумевается реакция соединения аминокислот. При этом уровень ошибки воспроизводства ДНК транспортными белками нулевой, иначе бы мы не прожили и пары лет. И, возможно, программа старения – это даже не накопление ошибок, а какое-то запрограммированное ограничение. Как известно, есть ряд существ, которые даже не стареют. Вот еще не менее фантастический процесс превращения и сборки органических молекул в организме. Цикл Крепса – это цикл трикарбоновых кислот, начинающий с лимонной кислоты и ее солей, цитратов с выработкой АТФ. Это аденозин-3-фосфорная кислота, а АТФ – это энергетическая молекула для работы мышц. Почему так сложно все устроено, непонятно, но возможно, что это оптимальный химический процесс с наименьшими затратами энергии и материи необходимых соединений. Так же, как температура тела 36,6 градусов совсем не случайна. Конечно же, мы не можем спросить у природы или творца, почему они выбрали температуру нашего тела именно такой. Однако, ответ дает физика. На поддержание 37 градусов в теле необходимо наименьшее количество энергии. Вода при этой температуре имеет наименьшую теплоемкость. Кто-то скажет, что природа так угадала? Из этой таблицы мы видим, что у многих животных температура тела находится близко к 37 градусам. Но все это была скучная молекулярная химия и биология. Перейдем к самому интересному, наглядным примерам, где можно увидеть след творца или разумный алгоритм появления организмов при эволюции. Вот факт инженерного подхода в строении коленного сустава человека. Мало кто задумывается над тем, зачем такое сложное строение коленного сустава. Зачем сухожилия проходят через коленную чашечку, а не просто по коленному суставу. Есть видео с простой моделью сустава, в котором на примере показана эффективность работы сустава с коленной чашечки и без нее. Если вкратце, то смысл такой. Коленная чашечка позволяет сделать рычаг для подъема большеберцовой кости. Без чашечки усилий, которые создают мышцы бедра, понадобилось бы намного больше. А это энергозатраты и потеря эффективности и скорости. То, что организмы изобретали инженеры, доказывает еще и то, что в алгоритмах работы разума человека много багов и ляпов. Например, в строении глаза человека и не только есть явный ляп, сетчатка расположена изнанкой к свету, а вот у осьминога глаз устроен правильно. У конструкции глаза человека инженер-конструктор что-то не учел или допустил ошибку. Это вопрос. А еще на сетчатке слепая зона. Это место выхода зрительного нерва и оно не воспринимает лучи света. Ведь можно же было при конструировании глаза сместить место выхода зрительного нерва в сторону, куда не падает сфокусированный пучок света. Это что, нелепый просчет или умышленный? Есть такая книга Гарри Маркуса несовершенный человек. И там можно найти много таких ляпов. Вот интересна охота морского червя. Посмотрите на алгоритм поведения при захвате добычи этим примитивным существом и на строение его передней части. Морской червь относится к многощетинковым кольчатым червям, но у других подобных челюстей нет. Он как монстр из фантастического фильма, а вернее, скорее всего, образ был взят с него. Вы только вдумайтесь, у беспозвоночного червя есть костный захват добычи челюсти. Вырваться из такого захвата невозможно даже крупной рыбе. Черевь – хищник. Это что, он забыл вырастить позвоночник, но вырастил челюсть и сам в процессе эволюции или все-таки ему внедрили данную конструкцию? Вот еще один представитель морского дна с ярким инженерным подходом в строении некоторых частей своего тела. Рак-богомол. На первый взгляд, обычная морская тварь, но есть у него одна особенность – у него есть клешни, которые наносят удар со скоростью 80 км в час. При такой быстроте линейного перемещения клешни удар получается такой силы, что каким-то образом разрывает жертву на части и даже разламывает раковины моллюсков. А все потому, что при ударе происходит кавитационный эффект. Пузырьки воздуха схлопываются с разогревом и выделением света. Фактически, от такого удара происходит разложение воды на водород и кислород и его поджиг. Аналогичный процесс, происходящий при эффекте Юткина – это микроскопический взрыв водорода и кислорода с чудовищной мощностью. И наглядное пособие, как сделать механический двигатель, используя воду в качестве топлива. Но здесь интересна сама механика работы клешни рака богомола. Ее можно сравнить с натянутой тетевой лука или арбалета. И это явно также инженерный подход в конструировании этой системы нападения и обороны. Рассмотрим конструкцию бобра. У него есть очень крепкие челюсти и острые мощные передние зубы для того, чтобы перегрызать стволы деревьев. А также вшита программа с алгоритмом, как строить плотины. Для того, чтобы построить плотину, нужно объемное представление о своих действиях и некое понимание, что в результате этого произойдет подъем воды в речушке или ручье. И к чему он приведет? Зачем самому бобру этот подъем воды нужен? У бобра нет разума, но есть инстинкты. А инженерный подход в строительстве – это составная часть этих инстинктов, программа, вшитая в геном. И именно вот такая только у бобра. Бобер – не единственный инженер-строитель в животном мире. Все птицы – строители. Все мы понимаем, что в этом крошечном мозге нет и быть не может никаких инженерных знаний. Знания материаловедения, сопромата, учитывания погодных условий и еще многих тысяч факторов, которые много лет обучают людей в институтах, чтобы научить его чего-то строить. Есть вот такое существо – Саймофия эксекуа. Это паразит. Попадая личинкой рыбе в рот вместе с едой, оно начинает есть рыбий язык, а когда полностью доест, занимает его место. А вот это уже взрослая особь. В таком размере они не паразитируют. Ну и понятно, добычу могут поймать при таких размерах сами. И вот подумайте, как такой моллюск или ракообразная в ходе якобы эволюции вложила в себя алгоритм поведения, а именно встраиваться в язык жертвы и питаться тем же, чем питается рыба, но не самой рыбой, пожирая ее изнутри или находясь в желудочно-кишечном тракте рыбы. Почему именно место на языке, а не внутри ее? Зачем вообще такое придумывать? Если предположить, что все это изобретают инженеры, то это похоже либо на шутку, либо на хулиганство студентов. Наверное, уже многие видели, как гриб O. unilateralis приспособил для своих нужд муравья. В этом случае гриб управляет животным. Споры этого гриба прорастают в тело муравья и влияют на его симпатическую нервную систему. Это происходит у бразильских муравьев-плотников. Контроль за телом муравья паразит осуществляет путем внедрения в мышечные волокна по всему телу, а мозг при этом не трогает. Он заставляет муравья покинуть муравейник и, как зомби, 10 дней блуждает в окрестности. Это время созревания гриба. Потом гриб прорастает, сея новые споры. Из официального описания. Гриб выделяет специфические метаболиты в организм хозяина, вызывая тем самым изменения в экспрессии генов. Это также приводит к атрофии мышц нижней челюсти муравья, чтобы тот уже никогда не смог разжать их и позволить своему телу упасть на землю. Это вызвало бы преждевременную гибель хозяина или подвергло бы паразита лишнему риску. Ученые, исследовавшие этот феномен, установили, что под конец высокий процент клеток в организме муравья превратился в клетки гриба. Гриб буквально сделал насекомое частью самого себя. Таким образом, грибы имеют алгоритмы развития питания и поиска себе пищи, органики, напоминающие некие зачатки разума. А этот пример явно доказывающий эти непонятные нам алгоритмы. Только вопрос в том, где находится центр управления грибницей? Везде во всем этом одноклеточном мегаорганизме или где-то еще? А вот гусеница, которая имитирует, вернее, мимикрирует под змею. Сразу и не поймешь, что это всего лишь гусеница. Откуда эта гусеница, которая никак не может обладать информацией о том, что змеи опасные существа, могла осознать этот факт? И главное, смогла изменить свое тело на генном уровне, скопировав внешний облик змеи? Путем эволюции? Да неужели? Или все-таки, следуя принципу бритвы Акама, мы предположим, что ее создали такой изначально? Детализация и мимикрия просто фантастическая. Подобный пример устрашающего вида организма, который сам по себе безобиден. Это гусеница бабочки Мегалопегида. Мотылек, который имеет расцветку, изображающую сову. Да как можно поверить, что здесь имела место вероятность и сработала случайность, что организм мотылька каким-то образом воспроизвел устрашающий вид совы. Эволюция, говорите, господа? Другой мотылек несет на себе изображение птицы. Как говорят скептики или сторонники общепринятых научных взглядов, интересная игра природы. Какая тут игра? Природные силы и процессы имеют мощнейший интеллект? По всем признакам да. Или, быть может, все природные процессы при своем критическом наборе переходят в самоорганизующиеся, саморегулирующиеся и самообучающиеся системы? Эгрегоры, хроники Акаши и другие базы данных, содержащие в себе все возможные инженерные решения строительства самых разнообразных организмов, какие только могут существовать. Ну хорошо, предположим, все это похоже на один большой компьютер. Следуя аналогии, зададим себе вопрос. Вот у вас в компьютер закачаны самые разнообразные базы данных. Имеют ли они какое-то желание и возможность создавать новые программы и при этом еще иметь характер, шутить и желание удивлять тех, кто это все поймет? Очевидно, что нет, да и не предвидится, как бы сегодня не бились над искусственным интеллектом. Юмор в том, что современный человек не видит и не осознает этих посланий, при этом потенциально обладая такими же возможностями. Субтитры создавал DimaTorzok